всем привет из сибири сегодня я вышел ступа колоть дровишки давно уже не колол дрова то колол регулярно давно уже просто не снимал видео про колку дров помните в прошлом году много видео было на эту тему если кто-то не смотрел можете перейти посмотреть хочу своим опытом поделиться опять же как бы хочу сказать что я никого не хочу ничему научить вот если если что-то будет полезно из того что я скажу замечательно потому что я знаю что многие люди смотрят меня кто сами уже давно коли дрова тоже есть опыт определенный ну надеюсь что даже вам кто долго коли дрова что-то из того что я скажу будет полезно было интересно но и вообще самоколка это это знаете как рыбалка как такое найти любимое дело которым просто приятно заниматься вообще топор или колунда такая тема излюбленная а если вообще говорить про какой топор или колун что лучше чем лучше колоть понятно да что если чурки такие вот небольшие то смысл тогда брать колон когда все можно расколоть топором но когда чурки крупные вообще топору а сам по себе легкий очень из-за этого получается что мы просто будем тратить свои силы зря колонну да он специально для этого приспособлен такой у меня такой вот формы клинообразной я уже тему раскрывал эту другом видео что клинообразной колуны идеальный для расколки по моим личным мнением по моим опытом идеально вообще вес это около трех килограмм где-то два с половиной три это такой вот идеально быть в этом пределе я расколки то он удобен это для того чтобы двумя руками колоть иногда одно и то же это не хочется там ради некоторых чурочек брать топорик все можно кого нам пока вот тогда она когда мы колем по большим объемом конечно же лучше брать и топор и колон я обычно чурки раскалываю на платье потом на вот эти пласты досочки да такие вот как досочки а потом уже все это колют топором но опять же а вот еще тема смотрите какая важная у меня здесь такая достали для чего она нужна как вы думаете в общем собаки тут же улица собаки бегают постоянно метит дай мой пес когда его отпускаешь он тоже подбегает первую очередь хочет эту чурку пометить что это его поэтому лучше что-то положит в таком случае вот и тогда не будет еще одна эти бывает когда ранее ранее осенью снег тает бывает потом тоже такая проблема будет если такой не положить до . ну чем-то не укрыть то будет проблема это все будет вольги лед будет и чурка будет кататься может видели у меня есть видео там снимал как раз такая проблема была потом даже вроде бы сбиваешь этот лед все равно он скользит впитывается в дерево поэтому проблема такая лучше что-то положить дождь там снег растаял и так далее и чурка будет сухая и все будет нормально скользить не вот такие чурки смысл брать в таком случае колон если все можно расколоть то есть такие чурки и меньше тогда колон по сути не нужен тогда все можно таким топором расколоть у меня специальный для колки дров это я в тайге жил в одном селе заметил что таким очень легко пользоваться в таком случае конечно же тогда приходится обухом бита переворачивать но я заметил что так проще поднимать я уже снимал видео что сейчас ударим сильно вот когда мы ударе колем топором проще конечно таким образом как я сделал не не бросая на себя если бросать на себя это вся нагрузка чурки на меня буду на нашу спину я заметил что за опыт и что проще просто подбросить ее вот так в воздухе как раз перевернуть и так только быстрее для показа по опыту заметил хотя на самом деле вот такие уже они в основном колется можно так рассказать ну в колуном если видите топором все таки сложнее у меня он всего лишь полтора килограмма хочу хотел показать получается смотреть почему я заметил что проще колоть таким это был топор обычный топор не столярный а плотницкий они пошире столярный уже просто пришлось бога болгарка срезать и заточить и когда мы колем он работает так же как вогнутый колонн получается что то что что то типа топора колна вот по своим функциональности легкий очень удобно но опять же если говорить про такие вот маленькие чурки какие колоть лучше всего а если у нас мы летом полем или запасом полем то можно крупный колоть 10 сантиметров до а так в среднем 7 сантиметров диаметре поленье но бывают и варианты такие ничто не сделаешь показать поближе сейчас он у меня там две черки от отложил видите я покажу что за варианты как они могут трудно трудно очень очень трудно тут уже собаки видите вот пометили вот они собаки пометили вот такая проблема может быть в чем проблема этих чурок видите сучки они верху только допилили они можно сказать по сучкам пилили они везде тут тут здесь такая же также что же вот сучок тут вот большой сучок упирает вот они по сучкам пилили из-за этого очень сложно причем с другой стороны то же самое видите какой большой сучок это все все сплошной сучок такой поэтому такие очень сложно пилить когда пилят у так вот это пусть они сами коли тогда проблем доставляется тут тоже самое везде сучки и отложил потом когда раскалю все остальные за них войну там снизу просто так вот эти более-менее вот эти можно расколоть вот это расколоть вот уж проблема видите послечку ударе он маленький если так сбоку день теле тут расколоть потом тут вот проблема смотрите какой большой сучок сантиметров 10 надо примерно тут более-менее еще ладно тут еще как-то постараться можно просто тут нет сучков вот вообще бывает но это где-то 40 сантиметров почти 50 рука ведь если по самой длинной части если покороче то где-то ну 45 наверное 43 45 примерно если меня и по 50 сантиметров как вот это черта такие вот гигантские побольше даже 50 сантиметров полметра ладно перейдем руки вот что я хотел почему я взял телефон эти это люди говорят когда легче колоть зимой или или летом когда мы берем летом тоже такое бывает когда она сохнет древесина сырую привезли она сохнет потом начинает высыхать начинаются трещины но зимой из-за того что расширение идет сырая древесина когда расширяется тогда образуется больше таких трещин и ну и я бы сказал если говорить когда летом или зимой колочь проще сказал знаете когда если вы допустим взяли зимой ну или осенью взяли зимой замерзла а весной все это осталось а то легче всего колоть весной как говорят люди талая талая дерево талые чурки и самое на первом месте легче всего это не минут потом уже конечно я их по сути особой разницы не вижу между зимой и летом по сути так и так можно колоть если и плюсы и разная древесина по разному реагирует какая-то очень легко к улице какая-то хуже чем плотнее дерево тем естественно зимой сложнее колоть ну и наоборот а показать сейчас возьмемся за крупные читать чурки по полметра ну и другие поколем конечно лучший вариант это зачем поднимать они тяжелые до надрываться так проще берешь сразу разбиваешь как я уже говорил многих видео с и я раскалываю по краям обходя все стучки выбирая самое слабое место которое можно рассказать много где говорил вдруг вы не смотрели другие мои видео а если рассказывал раз говорить про расколку бесполезно бить сюда или возле то есть это будет лишняя трата времени сил проще разбивать слабых мест бить там где нету сучков или между сучками и только потом когда мы разобьем уже стараемся вокруг и бить в такой степени чтобы хотя бы влезла в печку она сгорит ну-ка здесь так разбивал по краям вокруг вот они вот так вот обходит то есть по сучку смысл бить но я говорю что а если говорить про то когда уже останется сучок если он такой небольшой вот вот если про эту чушку говорить когда мы разобьем между сучками то в таком случае если бить по сучку то лучше когда у так как сейчас он смотрит вниз и а кроме вот таких вариантов когда он самую верху находится потому что волокна тогда они идут вниз туда же до вдоль сучка идут волокна тогда мы раскалываем и он так раскалывается или так а когда мы наоборот бьем так вот здесь варианте в этом допустим будет вот так вот ударимся здесь он застрянет он не пойдет в другую сторону да потому что сучок вверх идет поэтому тут будет сложнее если по сучку бить хотя это маленький проблем не будет ауди побольше как вот такой сучок будет проблем вот это если как расколоть чурку сутками если говорить про это так здесь бить да вот это надо перевернуть придется чурку потом проще будет хотя очень сложно будет ее разбить именно по центру я раскалю вот это все мне придет скорее всего ее отбивать вокруг так чтобы хотя бы влезла спичку а но если говорить по именно по жаростойкости комель лучше всего же дает жар вот самый лучший жар дает он плотный комель туда нижняя часть волокнистая для того что он плотный чем плотнее древесина тем лучше тепло отдачи больше тогда самое сложное это вначале разбить поэтому для тех кто колет по центру это глупо очень я так детстве начинал по центру полоска то есть это даже таким способом да ну пить по семье конечно это долго и силы тратить разбиваем по краям и таким образом мы экономим силы и время кто-то говорить типа получается некрасивые когда чем примеру га угол дров до тема чем они прямее чем они более квадратные тем хуже потому что они тогда когда в печке будут складываться они забивать будут вот эти щели между и тогда воздуха не будет и дрова будет плохо гореть поэтому наоборот формула такая вот разнообразная это еще лучше даже какой-то степени чем идеально какие-то треугольные или квадратные будет чили между дровами будет лучше гореть это взялся уже заколку обычно это такой мелочи что он топором колел ладно начали разбиваем да там же на колоде будем ничего сложного нет пока что наверно блин да надо показать давайте прочерк почерки поближе сделаем чтобы было поинтереснее на сожалению поэтому долго не буду так зима батарейка полная быстро разрядилась в этом постараюсь побыстрее на колоде попытался доколоть насколько возможно это чурку но все-таки смотреть вода что вышло но по крайней мере а вот так если боком ее положить в мою утопку она залезет но будет гореть нормально она кинует дрова хорошо разгорятся погорят потом на ночь кину и она будет помаленьку долго слить гореть 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 вернее медленно нормально по краям коло по сути дальше смысла нет ее колоть только сил потратим лишний нацелиться на другое другую ну и тут вот я расколол на такие вот досочки а раньше говорил плохи да ну плоха это половина чурки пол чурки мы же не пол чурки делаем а на вот такие вот пласты раскалываем ну более правильно сказать досочками но дальше уже такие досочки так а колон он где-то примерно три килограмма около трех лучше конечно на одну руку если мы колем взять такой топорик это я специально сделал ну или если у кого-то есть топор колонн что легкая он все полтора килограмма весь поэтому на колоде продан наполовину снегом снеге было бы лучше если бы она была повыше а еще я мало осталось сейчас сядет тогда еще скажу лучше а я вообще использую путейский замах раньше так кололи путейцы на железной дороге он такой да вот вот такой то есть не прямо вот так понимаю когда так прямо колем у нас спина загинается разгибается за этого из-за этого получается просто пина быстро устает на железке уже давно придумали это чтобы не гробить спину чтобы не напрягать ее мы только вот считаете смотрите спина почти не согинается благодаря этому то есть будет проще вот через плечо у так раз и сверху замах получается еще даже более сильный чем у так так половина идет а так смотрите отсюда уже силы идет еще и даже сильнее будет покрасить все спокойно без проблем чтобы не гробить спину и но может кому-то пригодится попробуйте если вы уже давно колите попробуйте это замах как говорят не благодарите а приколки одной рукой еще знаете забыл сказать как то видео я говорил что надо всегда чтобы она проходила мимо но я заметил что проще маленечко так в бок делать руку то есть когда он так на себя все равно можно как-то вроде бы и ну и не удобно да не удобно так убирать а когда вот так чуть-чуть в бок колешь немножко так то есть вроде бы ты удобно стал да тут ноги конечно не на ширине плеч когда мы колем двумя руками да а вот так вот как более плавно и вот таким образом лучше загибать так вот потому что все равно можно случайно купать да и неудобно 11 как-то вот так вот просто бог маленько самую-самую такую коми вот бог маленько как бы загибаем и все понятно но когда когда конечно мы колем двумя руками когда на ширине плеч это техника безопасности для полки дров просто некоторые думают что надо также широко оставлять мы можем по ноге попасть представьте вот так вот шлеп и все что будет поэтому вот так вот руку маленечко чуть-чуть буквально вам чтобы удобно было и безопасно о том что я забыл сказать в других видео этого я не говорил вообще холка одной рукой когда мы так вот раскололи самая быстрая да есть еще другой способ помните я говорил когда берешь чурку раскалываешь ее получается а в сибирской техники где рассказывал про как а вот дрова по-сибирски я там показывал там очень наглядно хорошо видно в том видео вот я еще иногда так или дрова использую такой способ когда мы берем когда мы берем и раскалываем чурку таким способом чтобы сразу на поление подходит особенно когда она небольшая понятно такую тяжелую а если брать какой-нибудь вот такую небольшую порой а тут неудобно стучок посмотрите где сделали может так и не получится тогда конечно если она тонкая может по центру бьем и как бы на эти у таков разбиваем напаление уже сразу образовалась трещина раз-две тоже трещина уже так можно или тут добить или тут ударить ну кстати можно тут сучок у нас большой вдоль сучка идет ну примерно что-то так когда чурки небольшие это можно сделать двух ударов расколоть на 4 полина это как бы большой большая чурка такой вариант у меня есть другие видео сейчас ставлю где там двух случаях в одном случае большую раскалывал таким способом а в другом случае маленькую так мы намного быстрее колем дрова и намного легче полка дров по путейски это позабытый способ полки дров при котором используется самый сильный замах в 360 градусов то есть вот этот замах он на самом деле не самый сильный здесь используется путейский замах при котором не загружается спина и мы можем раскалывать даже самые большие чурки еще есть найти интересный способ расколки топором лиственных лиственницы да или каких-то других хвойных пород дерево у нас здесь в тайге и венки используют этот способ расколки топором ну вот лиственницы чаще всего можно также использовать и сосну пихту ель хвойные породы как как именно раскалывается а бьется не прямо как обычно если прямо ударить она втыкается поэтому они бьют на эти бокам как бы раскалывают но на березе это плохо работает то есть можно конечно да но каких-то случаях тоже можно попробовать и на березе но опять же здесь смотрите с плотной древесиной она очень плохо работает плотное дерево где но но вот на листвике вообще идеально раскалывать таким способом намного лучше чем прямо потому что прямо втыкается каждый раз вытаскиваете потом опять втыкать вот если топором про топор говорить а вот топором таким боковым ударом очень хорошо лицах откалывается вот такой таежный способ расколки дров топором лиственницы еще знаете бывает такое вот исключитель исключительные варианты как варианты в расколке которые обычно мы так никогда не делаем но использовать можно это касается разбивания сучков все никто не колет древесину когда она в горизонтальном положении это для примера как будто мы раскололи ее допустим допустим вот мы раскололи такой пласт такую досточку да вот и допустим может быть так что могут раскалываем скажем вот пасучку у нас образовалась бьем бьем например бьем ну там у нас образовалась трещина а я расколол не получилось вдоль ушла ладно покажу и в некоторых случаях допустим вот сучок находится в середине да и он небольшой сучок мы тут кололи с этой стороны кололи не можем расколоть и в некоторых случаях исключительный опять же это случай тут может быть сучок вот так вот идти здесь наоборот он идет и в таком случае мы уже можем бить по этому сучку и расколоть его ну опять же ты исключительный случай когда такое попадается тоже интересный способ как разбить любую чурку какая бы она не была сложная у меня вот там пока две самые сложные потом я их тоже раскалю за все время сколько колю дрова там более 30 лет ну чуть немного более вот я ну ни одной чурки нет не было чтобы я не расколол то есть все все раскалывал какие бы они сложные не были понятно на некоторые чурки уходит даже примерно около часа может уйти то есть если они такие вот мощные как там по полметра вот если все в сучках если пилили их именно где сучки то есть это очень сложно конечно проще взять тогда типа чем бензопилы там распилить такую или вообще куда-нибудь кинуть выкинуть а по поводу вот этой вот квалификации я как бы думал размышлял по-разному называемые все все по-разному в каждой стране в каждой регионе даже в одной стране по-разному все называются единственное что без разницы это чурк колода большая чурка на которой коля дрова и чурка да все остальное по-разному но если взять я помните говорил флаха флаха флах если вообще взять что такое плаха это такое бревно которое расколоная пополам можно сказать что расколотая пополам чурка вот таким образом как сейчас вот это плашка можно назвать это плашка то есть часть маленькая плаха потом если дальше раскалывать это какой-нибудь пласт или досточка если более точно потому что обычно доски длинные да но если так это досточка можно сказать ну опять же в моем понимании потому что все по-разному это все называют чаще всего пласт вот такой сейчас такой вот но если именно в терминологию пойти то это такая вот можно сказать досточка вот досточка да ну а далее уже мы раскалываем на полине вот это полине опять же это моя личная такое представление о названиях вот этих вот расколотых в того что мы раскалываем дочурку на на плашку плашку на досточки такие вот пласты да а досточки уже на полине вот ну как и говорил иногда можно саму чурку расколоть как видели да сразу на прямую на полине большую большую раскалываем по кругу откалываем да так как я показывал колки дров по-сибирски ну а мелкие еще проще раз не до конца до колов переворачиваем так еще два удара четыре полина ну ладно надеюсь то что я пока рассказал сегодня может кому-то пригодится вот опять же я говорю это мой личный опыт я хочу поделиться с вами тем что я знаю в колке каждый колит по-своему где-то есть знаете свои какие-то тоже моменты в колке дров может я что-то упустил забыл но посмотрите видео на канале у меня есть много разных видео по колке дров есть вот может быть что-то там еще ну вы найдете заметите интересного что может тоже пригодится поэтому конечно желаю вам зарядки если вы колите дрова а колоть дрова с удовольствием чтобы это приносило пользу да как зарядка кто-то ходит в спортзал да там качается ну а а мы кто колем дрова деревенские или кто у кого печи свои да мы можно сказать таким образом качаемся все делаем зарядку да которая приносит пользу